Накупила накупить и колготки, и гольфики, и носки. Оказывается, когда берешь 4-5 штук, больше. Девчонки, накупила на всю весну колготок, гольфи, носочки. Такие прозрачные-прозрачные. Как будто вообще без колготок. На 39 евро. Оказывается, в Golden Point, когда берешь 4 колготки, 3 платишь, 1 бесплатно. 4 колготки 16.95. 17 евро, короче. Носочки там и гольфики по 5 штук, тоже 5-я штука бесплатно, короче. В общем, всего обошлось. Они все равно рвутся очень быстро. 39.45. Ну, уже весна будет еще. Сейчас будет март, апрель, май. Март, апрель, май. Это значит, еще 3 месяца носить их. Этого даже еще не хватит до мая. Потому что рвутся. Ой, какая собачка классная. Сейчас быстро пройдусь по улице шопинга, люкса, тяжелого люкса, да? А потом вернусь на Пратте, потому что должна встретиться с подруженькой. Баркавур сидят. Скамейки сидят. Пончорно. Добрый день. Добрый день. Все сидят. Они думали, что я японка. Говорили по-итальянски, что, может быть, я японка. Японка. Здоровья желать другому, это всегда хорошо. Даже незнакомым людям. Лишь бы колготки где-нибудь не забыть. Ой, как жарко сегодня. Жарко, жарко. Что я еще должна была сделать? Помолчу пока. Ой, скоро зацветут эти мои деревья красивые. Я их сакура называю. Оказывается, насколько я поняла, то есть не сакура, а сакура, да? Или сакура произносится по-японски. Где-то смотрела японских блогеров, они как-то правильно назвали это слово, это дерево. Сакура, наверное, да? Потому что, наверное, в японском языке как-то на последний слог падает, как они разговаривают. Все это мы смотрели. Девчонки, смотреть даже нечего. Посмотрим, может, какие витрины поменяли. Это мужская мода. Это тоже мужская мода. Так, Лью и Джо повесили что-то новое. Вот на танкетках босоножки на лето. Интересно, они кожаные или нет? Вот, я могу только на танкетках ходить, и то недолго. Когда жара, даже они натирают. Сколько они стоят? 198 написано. Которые из них? Написано, что из кожи. Флавио Кастеллани. Молодежь. Моё зеркало сегодня заблокировано. Привет всем. Так, Лью и Джо повесили. Что повесили? Короткий пиджак повесили. Или мы это уже смотрели. Короткий голубой пиджак. Слушайте, у меня только ощущение, что плохо показывает телефон. Как вы думаете? Туфли на свадьбу. Сумка. Все копируют, будто я говенята. мио-мио тоже самое смотреть не будем. Вообще никого нету. Где люди? Все ушли на фронт. Так, фалконеры. То же самое все висит. Фалконеры. Кашемир. Кашемир. Тревизо. Пинка. Тоже все то же самое висит. Девочки, показывать нечего. Вот мамони новые повесили. Да, по-моему. Но очень дорого. И такая марка какая-то такая средняя. А цены дорогие. Вот такие вот цвета сейчас будут в моде всю весну. Светлые тона. Луиза Спаниоли тоже самое висит. Луиза Спаниоли. Это вот очень такой дорогой бутик. Марка называется Макола. Даже не знала, как называется. В жизни туда не зашла, потому что это не мой стиль. Так, горошек. Луиза Спаниоли уже показывала. Да, девчонки? Так, Твинсет тоже самое. Твинсет. А вот эти вот поменяли Твинсет, видите? Юбочки в клеточку, платья в клеточку. Покажем вот так вот. Твинсет. Секси молодежь. Взрослым такое не надеть. Посмотрим нашу любимую Макс Мара и Марина Ринальди. О, джинсовые какие-то штучки-дрючки тут. Что за джинсовый джилет такой длинный? Интересно-интересно. Такое я в первый раз вижу. Ой, так жаль, что это свет, блики, солнце. Сказать. Так. Как вам нравится вот такой вот жилетик? И брюки джинсовые, да? Жилетик, как в 70-х годах, что ли? По-моему, такие были в 70-х годах. Ну, интересный жилетик, между прочим. Можно с поясочком сверху носить. Платьицы. Брюки классные в клетку. Как я люблю такой стиль. Верхний стиль не люблю, нижний, да. Так, брюки сколько стоят? 359 значит натуральный, да? Что-то такое. Натуральная шерсть, наверное. 359. Жилет сколько стоит? 249 евро жилет и 179 евро панталоны, брюки. Посмотрим, что за брюки. Они прямые? Да, прямые, нерасклюшенные. Так, здесь у нас Марина Ринальди поменяли витрину. Девочки в париках. Красивые туфельки. Очень женственные туфельки. Посмотрим, сколько стоят на весну. Так, туфельки у нас стоят 355. Ой-ой-ой. Рубашка. Вышитая рубашка. Очень красивая белая рубашка с белыми брюками. Посмотрим, сколько это стоит. Так, брюки 210 и 395 евро казака. Который? А, это казака. что за казака? Панталоны, жилет, чеша, борса. Ну да, казака получается, это рубашка, блузка 395, 400 евро, нифига себе. Брюки 210, платочек 90 евро. Туфельки так нечупеленькие. Я люблю такой этот, но они будут биться об наши мостовые. Боже, как голова кружится, девчонки, когда вот так наклоняюсь. Ой-ой-ой. Старость не в радость. Голубая курточка, ветровка, джинсы голубые. Вот интересно, вот голубые. А, нету цены. У них сколько стоят голубые джинсы? У манго стоили сколько там стоили? 40 евро, да? Девчонки, всех салютую. Всем желаю весны и цветов. Пусть будут цветы и весна для нас, для всех, для женщин, для детей, для бабушек и дедушек, и для наших сыновей тоже, и для наших мужчин. Пусть наступит обратно снова весна, без всяких там странных ситуаций. Спасибо. в общем, девчонки, пошла я обратно, здесь солнца нету. Пока есть солнце, хочу надышаться солнцем, позитивом, витамином диам, диаметре, диаметре. А диаметре. даже себе куплю iphone никогда мне жаль тратить такие деньги по 1000 чем-то евро на телефоны если подарит конечно да а если самой покупать потом разобьются интересно вот я даже не заходила ни разу в такие магазины сколько они стоят эти телефоны интересно да так до сих пор мне эти телефоны дарили я ни разу себе сама себе телефон не купила маленьких собачек вот вами джинсы такие знаете широкие широкие с короткими пиджаками побежала обратная вот посмотрим мою эту скамеечку народ в спокойствии сидит тусуется кофе пьет джинсы